МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новости Анапа. Регион в студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Забота о ближних, ставшая смыслом жизни. Кубанская, значит, натуральная. Гусиная история от анапского фермера. Задвижение по пляжам, штрафы и изъятие транспортных средств. Содействие рейдовым группам администрации готовы оказать сотрудники природоохраны прокуратуры и Росприроднадзора. Об этом шла речь на планерном совещании. Обсуждение рабочих вопросов предварило чествование тех, кто принял активное участие в подготовке и праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейный год продолжается. Еще много мероприятий посвятят этой знаменательной дате. Анастасии Николаевне Лобачевой вручили государственный жилищный сертификат на приобретение жилья по федеральной целевой программе. Планерное совещание продолжил доклад о работе полиции. В приоритете остается борьба с незаконным оборотом алкоголя. За прошедшую неделю изъято 2,5 тонны суррогата. Светлана Яровая прокомментировала работу рейдовых групп по пресечению движения транспорта по пляжам. Кроме штрафов, к нарушителям будут применять и более действенные меры. Достигнуто предварительно договоренность соответствующими структурами РОСП и Роснадзора. И думаю, что в ближайшее время они окажут нам содействие в этой работе. И это будет намного существеннее. Потому что мы знаем, что у данных органов есть право за нарушение законодательства соответствующего изымать транспортные средства. Правильно? Заместитель главы Анапы Людмила Терещенко в своем докладе остановилась на проблеме обеспечения безопасности на воде. В выходные дни во время действующего запрета на купание сотрудники администрации провели мониторинг. На семи пляжах выявили ненадлежащую работу спасателей. Также выявлено 4 пункта проката маломерных моторных плавательных средств, которые работали без разрешенной документации. По этим фактам материала, мы там и прокуратура. Город продолжает активно готовиться к открытию сезона. Владимир Забураев поставил задачу перед службами провести субботники на закрепленных улицах, а предприниматели и руководители предприятий присоединиться к наведению порядка. В Анапе продолжается борьба с незаконным оборотом алкоголя. Ежедневно рейдовые группы инспектируют город, пионерские проспекты и курортные поселки, пресекая факты несанкционированной торговли суррогатом. В Анапе начался летний сезон. Чем не прочь воспользоваться нечистые нарукодельцы. Рейдовая группа во главе заместителя мэра Людмила Терещенко зафиксировала на пляжной территории села Витязева первое нарушение. В продуктовом магазине «Олимпия» алкоголь свободной продажи. Однако документов на продукцию хозяина не оказалось. Городские власти в отношении такого бизнеса категоричны. За качество подпольного вина, водки и коньяка никто ответственности не несет. Рейдовым группам предписано закрывать опасную торговлю. Мы, конечно, призываем наших отдыхающих, чтобы они не покупали этот товар, не портили себе выходные дни, отпуск. Довольно много таких вот случаев, когда товар реализуется без наличия сопроводительной документации. Еще одна точка, где торгуют якобы кубанским вином, выявлена на Пионерском проспекте. Хозяева кафе «Винный двор» осуществляют реализацию алкогольной продукции без лицензии. Вы открылись, вы говорите, вы не работаете, у вас газовый баллон включен, шаурма жарится, полная витрина алкоголя, разбежались ваши сотрудники в разные стороны, спросить не сквозь. У нас была лицензия до конца мая, сейчас лицензия у нас делается, концу недели должна. Если у вас нет лицензии, вот в данный момент, на предприятии, вы не можете вступить, выдавать алкоголь. Ежедневно во время рейдовых мероприятий в городе-курорте изымаются тысячи литров незаконного алкоголя. Жителям и гостям курорта хочется лишний раз напомнить. В Анапе достаточно магазинов, которые торгуют настоящим кубанским качественным вином, прошедшим испытанием временем. Не стоит размениваться на дешевые поделки. Торговцы суррогатом наживаются на вашем здоровье и благополучии. Люди с особым характером и душевными качествами, состраданием, милосердием и терпением. Свой профессиональный праздник отметили социальные работники. Профессия социального работника в рейтинге популярных не значится. А вот в списке востребованных, пожалуй, стоит на одном из первых мест. Одиноким или попавшим в беду людям всегда будет нужна поддержка и помощь. Елена Чехута в социальной сфере работает уже три года. Признается, никогда не думала о таком труде, но с годами поняла – это уже не просто профессия, а образ жизни. Да, я набираюсь много опыта не просто в работе, но еще жизненный опыт. То есть они и советами помогут, и рецепты какие-то интересные расскажут, и просто помогут посочувствовать чему-то, так же, как и я. Для большинства пожилых людей социальный работник становится по-настоящему близким человеком. Ирина Луканина уже не представляет и дня без своей помощницы Елены. Вдвоем веселее, поговорить можно и прогуляться вместе. Вот она мне все поможет. А так одной очень тяжело. Даже невозможно. Так что это очень даже хорошо, что такая есть служба. Стать опорой для тех, кто остался один или попал в трудную жизненную ситуацию, по силам далеко не каждому человеку. Мы от всей души желаем всем представителям профессии здоровья, терпения, душевной крепости. На Анапской земле с успехом можно выращивать не только виноград. Уникальный бизнес затеял 7 лет назад предприниматели Занапы, опираясь на кубанские традиции и значимость своего дела. О санкциях и импортозамещении тогда никто и не подозревал. Но фермер как в воду смотрел. Даже по кадрам видеосъемки заметно, что наш оператор наслаждается этим великолепным зрелищем. И хотя гусиные выводки на Кубани картинка в общем-то традиционная, но на сегодня смело можно сказать очень редкая. Такой эксклюзивный бизнес обеспечил себе не знатный птицевод, а обычный юрист. Ну гусь очень умная, умная очень птица. Я сам охотник. Я всегда поражался, что очень тяжело взять гуся. Я очень много читал книги про гусей. Это такая птица, что беззаботная, значит, к зиме относится очень стойко, очень мало болеет. Ну и, конечно, за ним не надо там пастухой и всяких там работников. Они сами ходят, сами возвращаются, куда им надо, всегда домой идут. Своё крестьянско-фермерское хозяйство пилос Закарян создал на тысячи гектаров земли. Поэтому с удовольствием выращивал и утку, и кур, своё зерно, свободная возможность выпаса давали потрясающие результаты. Этот бизнес пошёл неплохо, но, однако, с реализацией было очень плохо. Нигде было реализовывать вообще эту птицу. И вот эти две с половиной тысяч утей, которые я выкормил, вырастил, просто некуда было их девать. И вот пришлось раздавать бабушкам, дедушкам, бедным. И десять тысяч кур тоже продать удалось большим трудом. Поэтому он сегодня выращивает птицу в меньших количествах, в основном для личных нужд. Но удовольствие к работе с размахом не утратил. Процесс импортозамещения – хороший стимул. Ну, я отношусь к этому вот так. В общем-то, наша продукция всегда была самая лучшая, самая вкусная и самая надежная. То, что, допустим, мы приобретаем в магазинах, то, что завозили с Европы, со всяких стран, ну, конечно, не сравнить с нашей продукцией. Мы на сегодня питаемся только нашим мясом. Вот, в ближайшее время я хочу завезти еще пару коров. Да, мясо птицы, допустим, мы полностью обеспечиваем свою семью. У крестьянско-фермерского хозяйства далеко идущие планы. Несмотря на то, что гусей Пелос выращивает племенных на яйцо, в планах производства гусиной печенки, перо и пух найдет своего потребителя. Гусиный помет – ценнейшее удобрение уже хранится в буртах. Расчищены, заросшие и заилины за годы каналы, зарублен пруд, посажен молодой сад. Одному из своих работников, многодетному отцу семейства, Пелос Агванович, построил дом, чтобы тот работал и не маялся бытовыми проблемами. Он платит людям хорошую зарплату и даже 13-ю, и к Новому году премиальный. Работники из местных, сын и племянник тоже с удовольствием работают на этой земле. Вообще на земле так быстро разбогатеть не получится. Для того, чтобы что-то взять, надо сначала отдать, чтобы что-то взять. Чтобы заниматься землей, надо его любить. Чтобы заниматься птицей, надо его тоже любить. Я считаю, что каждый человек, когда выбирает свою профессию, он выбирает его по любви. Родители Пелоса работали в ОПХ Анапа. Отец – заправщиком вертолета, мама на виноградниках. Любовь к крестьянскому обстоятельному труду в природе закорянов. Поэтому трудностей Пелос не боится. И мечтает только о своем ферменном магазине, о котором он уверен, слава разнесется очень быстро. И вкусную экологическую продукцию будут с удовольствием покупать. Как, собственно, и сейчас. К нему специально прилетают из Москвы купить домашнюю утку или курицу. Центральный рынок Анапы должен стать современным и удобным. А продавцам придется менять отношение к устоявшимся привычкам. Результаты рейда на центральный рынок в нашем сюжете. Как только продавцы видят камеру, начинают спешно прятать товар за прилавок. А все потому, что не соблюдают температурный режим реализации скоропортящихся продуктов. Торгуют без холодильных установок. Пожарные проезды загорожены товаром. А если случится крайняя ситуация, ни скорая, ни пожарная машина не проедет. Нарушений много. Мы указали о них директору рынка. Обещают исправиться. Я считаю, что это в их силах исправить ситуацию. Они предоставляют ориентные места и вправе диктовать свои условия. Но есть все-таки и те, кто после первого замечания исправляет свои ошибки. Еще месяц назад эта палатка с рыбной продукцией стояла без витрин, а рыба продавалась прямо на прилавках. Теперь на товар приятно посмотреть. А покупатели точно будут уверены, приобретая эту продукцию, они не окажутся в больнице с отравлением. Создано 38 мобильных групп. Осуществлять проверки рынков будут ежедневно. Люди этой профессии создают настроение на целый день. Ведь как приятно выйти утром из дома и увидеть перед собой чистый и ухоженный двор. Мы не всегда успеваем рассмотреть их лица. Редко говорим им спасибо. Давайте сделаем это в канун Дня России. Армия дворников в оранжевых жилетках с говорящей надписью «Чистая Анапа» вполне успешно справляются с поставленными задачами. Софья Сиротенко работает дворником уже 4 года. В дождь, в снег, в жару и в холод она всегда на своем боевом. Его можно смело назвать «Пост номер один». Приятно же идти вечерами, если гуляешь по чистому городу. Ну, люблю, конечно. Это же мой труд. Радуется то, что я иду по своему участку, он чистый. Особенно жизнью живет сквер в центре города. Пробегают люди на работу и с работы, гуляют родители с детьми, отдыхают анапчане и гости курорта. А любят этот сквер, потому что здесь всегда чисто и ухоженно. Мастер участка, на котором работает Софья Сиротенко, за порядок спокойно. Центр у нас самые проходимые места. То есть у нас основная масса мероприятий проходит у нас на участке. То есть центр города должен быть всегда чистым. То есть в любое время. Хотя работа сложная не только физически, но и морально, оптимизма работники не теряют. Дворники признаются – свою работу готовы выполнять добросовестно каждый день. А взамен многого не просят. Лишь бы горожане не ленились и доносили мусор до урны. Они приехали, чтобы поразить. В Анапе начались гастроли золотого цирка Юрия Никулина. Артисты с цветного бульвара привезли на Черное море действительно необычное зрелище. В этом убедилась наша съемочная группа. В день премьеры в зале почти нет свободных мест. Чтобы посмотреть красочное шоу и получить массу незабываемых впечатлений, пришли не только гости, но и жители города. Главная особенность шоу – что не номер, то изюминка. Эквилибрист так под самым куполом на голове без страховки. Дрессированные поросята так с футбольным мячом. Щекотали нервы публики и воздушная гимнастка, и танцующий медведь. Артисты легендарного цирка Юрия Никулина подготовили большую программу. Много животных, полная взаимосвязь с дрессировщиком. Двенадцать непохожих друг на друга номеров. Здесь и медвежий аттракцион, и шоу попугаев и обезьян, и уникальная клунесса, любимица юных зрителей Александра Зайцева. Это будет интересно даже самому искушенному зрителю. И снова вы смотрите, пришли к нам гости, их очень много, с детишками, и мы надеемся сделать так, чтобы это был для них праздник. Праздник действительно получился. Дети с восторгом делятся впечатлениями, а взрослые уверенно говорят, что лучшего представления еще не видели. Цирк настоящий, главное, что настоящий. Я знаю, что это титанический труд у циркачей, и то, что без страховки выступали, это было видно. Мне очень понравилось клунесса, собачки, обезьянки. Я первый раз в цирке за мои 47 лет. Мне очень интересно, очень понравилось. И я вижу просто, как понравилось моему внуку. Обещанно кулакарываешь, ну и там, делай приколы всякие, и потому что они смешные. Все лето цирк Юрия Никулина будет радовать вас и ваших детей. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В июне и сентябре представления состоятся в 19 часов, в июле и августе в 20.00. Располагается золотой цирк Юрия Никулина за северным рынком у реки Анапка. Приходите, не пожалеете. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В среду, 10 июня, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью 17-19 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи.